Здравствуйте, вы смотрите видео-версию издания военное дело.ком В Турции считают, что Анкара не станет активно помогать Украине вернуть Донбасс силой. Турецкое издание El Monitor задалось вопросом о том, смогут ли турецкие беспилотники помочь Киеву вернуть Донбасс и как это отразится на взаимоотношениях с Москвой. Обзор этого материала турецкого издания представляет редакция военного дела. После недавнего успеха Азербайджана против армянских сил в спорном регионе Нагорного Карабаха украинские средства массовой информации гудят слухами о том, что украинская армия планирует вернуть Донбасс, который находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов, используя турецкий Байрактар. Считается, что дроны TB2 изменили правила игры в Азербайджано-армянской войне, пишет в своем материале турецкое издание. Также автор публикации Фехим Тестикин напоминает читателям, что по некоторым данным Украина планирует использовать турецкие дроны для наблюдения за Крымом и Керченским проливом. Обозреватель Эль Монитор также рассказал об основных вехах турецко-украинского военного сотрудничества и приходит к выводу, что усиление милитаризованных отношений между Анкарой и Киевом неизбежно приводит к тому, что Турция все больше вовлекается в конфликт между Россией и Украиной. Турецким читателям Тестикин сообщил, что в 2018 году Украина приобрела у Анкары шесть беспилотников Bayraktar TB2, три наземных терминала данных и 200 высокоточных ракет. Стоимость контракта тогда составила 69 миллионов долларов. В 2019 и в 2020 годах Киев продолжил развивать военное сотрудничество с Анкарой, подписав новый пакет соглашения о военном сотрудничестве. Уже в ноябре текущего года главком ВСУ Руслан Хамчак сообщил о желании Киева купить еще пять дронов типа Bayraktar. Также стало известно о решении развернуть на Украине совместное производство беспилотников, которое позволит Киеву получать по 48 современных боевых дронов в год. Турецкое издание пишет, что уже 19 ноября текущего года Украина отправила свои беспилотники Bayraktar TB2 на авиабазу под Краматорск для дополнительных испытаний. По мнению обозревателя ElnMonitor, все вышеперечисленное заставило российские средства массовой информации начать говорить о подготовке наступления в Донбассе. Недавнее развертывание Украиной танков, бронетехники, зенитных систем и реактивных гранатометов возле Донбасса еще больше усилило эти опасения. Тем более, что турецкие беспилотники TB2 взлетают с авиабазы Краматорск примерно в 80 километрах от Донбасса, пишет обозреватель. Он напомнил читателям о том, что многие действительно считают, что украинская армия может вернуть себе контроль над Луганском и Донецком. Главным аргументом такого варианта считается отсутствие у ополчения ЛНР и ДНР систем ПВО, которые могли бы эффективно противостоять турецким беспилотникам. Такой сценарий аналитик Фихим Тастякин считает маловероятным. Он отмечает, что Донбасс — это уже не Карабах. Донбасс имеет общую границу с Россией. Кроме того, как пишет автор публикации, Москва сильно укрепила эту границу, разместив тяжелые военные силы. Еще очень немаловажным фактом турецкий аналитик назвал предоставление российского гражданства почти миллиону жителей ЛНР и ДНР. Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин открыто заявлял, что Москва не допустит военного вмешательства Украины в Донбасс. По мнению Фихина Тастякина, в случае обострения в Донбассе Россия немедленно вмешается в конфликт под предлогом защиты своих граждан. При таком сценарии Украина может рассчитывать только на косвенную поддержку Соединенных Штатов Америки и НАТО. Те, кто считает, что Украина может повторить успех Азербайджана на своей собственной земле, игнорируют еще один важный фактор. Отправка войск Турции на Украину маловероятна, пишет в своей статье турецкий аналитик. Фихим Тастякин считает, что, разумеется, Киев очень рассчитывает на помощь и поддержку новой американской администрации Джо Байдена. Однако с приходом в Белый дом нового президента США Анкара, вероятнее всего, столкнется с еще большими жесткими санкциями Вашингтона по спорным вопросам, включая покупку Турции российской системы ПВО С-400, конфликта в Восточном Средиземноморье и отношений с сирийскими курдами. Продолжение следует...